здравствуйте друзья не скрою в этот раз ваш покорный слуга наверное как и многие из вас ожидал речи путина на петербургском экономическом форуме надеюсь увидеть хоть какие-то проблески рефлексии а следовательно надежды на осознание изменения как экономического так и политического курса увы мы услышали те же самые монетаристские мантры ту же самую убежденность в том что повышение качества это простой математический результат увеличения вложения средств те же общие слова про повышение уровня жизни и конечно же тотальная оцифровка искусственный интеллект и прочая роботизация под стать главного выступления были и основные мероприятия петербургского экономического форума который вполне можно назвать бенефисом цифрофекты ораторы от грефа и чернышенко до деятелей рангом пониже на все лады хвалили цифру везде в образовании в госуправлении провели даже отдельную секцию быть по биометрии где безбожно врали о том что это биометрия внедряется у нас добровольно и чуть ли не большинство населения спит и видит и кушать не может без того чтобы отдать свои биометрические данные какого-нибудь грефу или его заокеанским хозяевам прошлых передачах мы уже приводили примеры цифрового безумия некоторых наших представителей элиты в частности рассказывали о том как с членом совета федерации начал звонить чат-бот представлявшаяся валентина иванна матвиенко и рекомендовать как голосовать за те или иные законопроекты и вот когда эту ситуацию обсудили на закрытом совещании под руководством сенатора рукавишниковой последний нашла ничего лучшего как предложить тотальное внедрение биометрии значит для того чтобы бороться с вот этими самыми мошенниками для такого случая есть хорошая народная поговорка о тушении пожара керосином а еще на мэфе обсуждали цифровизацию здравоохранения точнее отмену здравоохранения таким каким мы его знаем и передачу всех управленческих решений в этой сфере нейросетям то есть на самом деле возовским алгоритмом наконец даже в социальной сфере цифросектанты надеются навести свои порядки в частности цифровой вице-премьер чернышенко констатировав очевидный факт по поводу того что россия подошла к демографической яме возложил все надежды на спасение не на кого-нибудь она искусственный интеллект примерно подобным содержанием заполняли консервы в сми в частности во время ожидания речи путина на пмэф на вестях фм запустили несколько сюжетов прославляющих цифровизацию таких областях как образование там выступали лоббисты сохранение егэ потому что часть депутатов сенаторов внесли очередной раз законопроект об отмене этого цифрового безобразия а также о тотальной щепизации домашних животных симптоматично что вся вот эта цифровая трансформация подается в абсолютно безапелляционном ключе не случайно она уже второй раз попадает в указ национальных целях развития и даже в речи президента все чаще появляется словечко должен интересно кому это мы должны клаусу швабу или герману грефу но самое главное что из всех этих цифровых антиутопий не вытекает никакого образа будущего то есть того самого образа будущего который должна задавать власть и который делает нашу страну привлекательной как для своего населения так и для всех прочих иностранцев в том числе кстати иностранного бизнеса или может быть кто-то всерьез рассчитывает что роль такой заманухи может выполнять повышение уровня жизни вся эта индексация пенсии продление семейные ипотеки и прочие подачки которые мы все-таки услышали в речи президента ведь в остальном и целом цифровой образ будущего никак не выделяет россию среди прочих стран это та же самая швабовская антиутопия с глобальным электронным концлагерем и 15 минутными городами который уже начал реализовывать греф неудивительно что на петербургский экономический форум не приехал практически никто из высокопоставленных зарубежных гостей если не считать боливии и зимбабве и тетеньки из бразилии которая теперь возглавляет банк брикс а ведь между прочим россия позволим себе напомнить ведет войну с четвертым рейхом главы которого как раз в эти дни собрались во французской нормандии чтобы обсудить как уничтожить нашу страну как на поле боя так и в сфере экономики компания там вполне подходящие внук фашиста шольц бесноватый идиот байден гальский садомит макрон и конечно же зеля который судя по всему представляет потомков дивизии сс галичина россию на этот шабаш естественно не позвали несмотря на то что именно наша страна внесла решающий вклад победу над фашизмом кстати если переходить к этому мероприятию можно сказать что путин наконец-то на исходе третьего года войны заговорил о том о чем мы говорили еще в марте 22 года а именно о том что россия может передать свое серьезное оружие всевозможным врагам четвертого рейха то есть условным хуситом или кубинцам чьи государства расположены в непосредственной близости от тех же штатов великобритании и так далее и тому подобное эти разговоры появились на фоне варварских обстрелов наших городов в частности белгорода из хаммерсов на фоне обстрела луганска ракетами атакам с и так далее так далее и тому подобное а нас в этой ситуации удивляет почему этого не было сделано раньше как минимум года два назад когда поставки западного вооружения стали играть решающую роль на украинском театре военных действий между тем пока цифра секта развлекается в петербурге заплатив по полтора миллиона за билет на мэв глубинная россия продолжает воевать помогать своей армии воспитывать детей молиться в эти дни вятки как раз проходит великорецкий крестный ход вспоминать 225 годовщину со дня рождения александра сергеевича пушкина и так далее так далее и тому подобное следующая неделя в церковной традиции называется неделя о слепом это когда господь исцелил слепорожденного ассоциация с нашей нынешней элиткой напрашивается сама собой конечно хотел бы пожелать им всем прозрение обретение духовного зрения но мы также помним и главное условие этого евангельского чуда а именно чистое сердце как сказано в писании блаженный чистые сердцем и в идти бога утрит а с этим у монетаристов и прочих поклонников цифры и дензнаков большие проблемы у них одни инста самки в голове те самые которые за деньги да так не будем же обращать на них внимание а будем делать свое дело и в конце концов с божьей помощью обязательно победим а элитки если она захочет сохраниться придется пристраиваться оставайтесь с нами